Здравствуйте, дорогие читатели! В рамках Всемирного дня пингвинов Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова предлагает познакомиться с этими забавными существами поближе, узнать о них много интереснейших фактов. Пингвины бывают разными, большими и маленькими, шумными и степенными, яркими и скромными. Ну и что, что они не умеют летать? Зато плавают чуть ли не лучше всех остальных птиц, а еще ходят как люди, организуют детские садики для своих птенцов и совсем не боятся антарктического холода. Хотите узнать, что нужно, чтобы стать настоящим пингвином? Тогда усаживайтесь поудобнее и открывайте вместе с нами книгу Дмитрия Крылова «Я пингвин». Дмитрий Крылов – известный тележурналист, актер, автор, ведущий популярной телепередачи «Непутевые заметки». Вот что Дмитрий говорит о пингвинах. «Моя работа – это путешествия по разным странам и городам мира, о которых я потом рассказываю в своей телепередаче. В этот раз мне посчастливилось поговорить с пингвинами, и они мне многое сообщили о себе. Поэтому я вам завидую, ведь вы сейчас прочтете книжку, которая рассказана самым забавным и трогательным существом. Да-да, и это не шутка. Повествование в книге ведется от имени императорского пингвина. Ну что, начнем? Давайте знакомиться. «Я пингвин – венец творения нашей матери природы. Ничего более совершенного, изящного и утонченного она так и не создала. Впрочем, на радость нам, пингвинам, природа сотворила вас, человеков. Вы, как и мы, передвигаетесь на задних лапах, но ходите весьма забавной походкой. Не в перевалочку, а строго соблюдая равновесие. Мы – единственные птицы, которые могут плавать, но не летают. Да и зачем нам летать? Мы же не какие-нибудь жадные чайки. Вы, люди, принадлежите к разным национальностям, а их в мире около двух тысяч. Зачем столько? Вот нас всего 18 видов и достаточно. Есть хохлатые, есть малые, а еще великолепные антарктические, очковые и самые красивые – императорские. Я вот императорский пингвин и горжусь этим. Мы самые крупные, самые красивые, самые важные. Кстати, чтобы тебе было легче представить наши размеры, мы ростом 120 сантиметров, как мальчишки в 7-8 лет, а самых маленьких из нас вы назвали малыми. Мы живем только в южном полушарии и только там, где есть свободный доступ к морю. Мы большие путешественники, поэтому из Антарктиды перебрались в Австралию и на побережье Южной Африки, на берега Новой Зеландии и даже в Южную Америку. Есть такие Галапагосские острова, почти на экваторе, так мы и там обитаем, хотя нам там и жарковато. И ведь что любопытно, чем теплее, тем мои сородичи мельче. А мы, императорские, живем только в Антарктиде, потому что там, знаешь, какая температура? Минус 50. Это самая комфортная температура для жизни пингвинов. Тебе наверняка любопытно, а как же это мы выживаем в таких вот уж поистине нечеловеческих условиях? Да просто! И ты тоже сможешь! Надо иметь 3 сантиметра слоя жира. Но это не главное. Некоторые и побольше имеют. Нет, важно еще иметь сверху перья. Причем они должны быть мелкие, гладкие и короткие, расти в 3 слоя и плотно прилегать к друг дружке. И запомни, это очень важно. Возле хвоста находится специальная железа, которая выделяет жир для смазывания перьев, чтобы они не намокали. Чтобы быть пингвином, тебе непременно нужны теплая темная спинка и светлый живот. Тогда водные хищники не смогут разглядеть тебя снизу. Светлый живот сольется для них со светом, идущим сверху. А для тех, кто в воде окажется над тобой, темная спинка будет сливаться с светом глубокой воды. И еще нужен маленький хвостик, чтобы опираться на него, когда ты будешь стоять на суше. Пингвины хорошие пловцы, поэтому тебе пригодится обтекаемое тело и крылья плавники, идеально устроенные для плавания. А еще тебе понадобятся перепончатые ноги ласты с большими когтями. Кроме того, тебе придется заименеть большой клюв длиной с головы. А внутри клюва должны быть ороговевшие твердые выступы, потому что мы, пингвины, хищники. Чтобы схватить и тем более удержать добычу, нам нужны во рту эти колючки. Они направлены внутрь и словно клапан удерживают того, кто попадет тебе в клюв. Теперь скажи, как у тебя со зрением? Мы, например, на суше близы руки, зато это помогает нам хорошо видеть в воде. Ваши ученые до сих пор не знают, используем ли мы слух под водой, когда выслеживаем добычу или обнаруживаем врага. Вот не буду им помогать и говорить, как есть на самом деле. Ты вырастешь, выучишься на пингвинах и все поймешь самостоятельно. Люди завидуют нашей красоте и грации. Да, мы ходим короткими шажками, переваливаясь сбоку на бок. Но ведь это так мило! Когда мы бежим, то изящно вытягиваем шею вперед и трогательно растопыриваем крылья. А как мы легко и окрыленно съезжаем с горки, ложимся на живот и, отталкиваясь крыльями и лапами, как пушинки, скользим по льду. Мы ныряем с помощью одних только крыльев, а вытянутые ноги служат нам рулем. В воде мы развиваем скорость до 10 километров в час, а папуанский пингвин, в силу своего мелкого размера, в три с половиной раза быстрее нас. Мы, императорские пингвины, ныряем на глубину в 540 метров, задерживаем дыхание на 18 минут и выпрыгиваем на скалистый берег высотой полутора метра. Сразу скажу, ты испытаешь нечеловеческий восторг от наших блюд. Рыба, кальмары, мелкие рачки, все свежее, только что пойманное тобой же, тобою же и отправленное в рот, в смысле в клюв. Правда, когда придется выращивать птенцов, то чтобы их прокормить, ты будешь прыгать в океан за добычей, да тихо, это не опечатка, 850 раз в день. Пить ты будешь морскую воду, чтобы соль не скапливалась, в твоем организме она станет выделяться через специальные железы, расположенные под глазами, или с помощью чихания. Да-да, ты чихаешь, и все накопленные ненужные соли вылетят наружу. Мы живем в стае, и свою недвижимость ты тоже будешь строить в общем поселке. Дом пингвинам нужен, чтобы откладывать яйца и высиживать птенцов. Мы, императорские пингвины, не строим гнезд. Снесенное яйцо мы кладем сверху на лапу, осторожно сжимаем его между ног, и чтобы оно не замерзло, прикрываем его складкой кожи, которую люди назвали карманом для выводка. Когда мама пингвиниха снесет одно или два яйца, родителям придется три месяца их высиживать, передавая слаб на лапы. Правда, первые полтора месяца яйца будет высиживать только мама, а папа должен будет добывать пищу. Потом, когда вылупятся детки, почти голые и в легком пушке, первые недели их надо беречь от обжигающего морозного ветра. Затем малышей отдают в детский садик. Он располагается на плоской скале, там будут воспитатели-сторожа, потому что стоит зазеваться, как птенцы могут стать добычей у бурого поморника, одичавших кошек или собак. Пока детки будут играть под присмотром дежурных воспитателей, родители смогут отправиться на добычу корма. Перекусив, папа с мамой делятся с детьми своей полупереваренной пищей. Защитные перышки у пингвинят будут отрастать в течение всего года. Только после того, как ребенок покроется настоящими, пропитанными жиром перьями, он сможет нырять и сам добывать себе еду. А теперь о наших врагах. Поскольку мы живем в основном в Антарктиде и на островах ближайших континентов, на суше у нас практически нет врагов. А вот в морских и океанских водах тебя будет поджидать множество реальных опасностей, потому что мы являемся пищей для морских котиков, морских львов, косаток и акул. Поэтому мы и боимся входить в воду. Мы собираемся небольшими грубками, долго топчемся, переминаясь ноги на ногу, иногда до получаса. А потом один из нас, самый отважный, внезапно бросается в воду, и мы тотчас следуем за ним. Мы способны дать ей отпор. К примеру, человек, если захочет нас погладить против нашего желания, мы можем перекусить ему руку. Поэтому с нами надо обращаться вежливо. Вот такой познавательный рассказ о пингвинах представлен книге. А еще здесь имеется множество фактов своих существований и повседневной жизни. Например, знаете ли вы, что раз в год пингвины линяют, и пока не отрастут новые перья, им приходится оставаться на берегу без пищи. Или вот еще, чем старше пингвин, тем глубже у него гнездо, иногда оно состоит из нескольких сотен камушков. Также в конце произведения автор представляет книги, фильмы и мультфильмы, где героями выступают пингвины. С помощью них можно узнать гораздо больше об этих птицах в черных фраках. Для вас мы тоже постарались, сделали подборку книжек по теме сегодняшнего дня. Читайте эти забавные истории, делитесь с друзьями, а самое главное, берегите природу. Спасибо за внимание. До скорых встреч!